итак всем привет сегодня я хочу поговорить о том как пошить сумочку себе вот сейчас стало тепло закончились холода все грязные вещи теплые отправились либо в мусорку либо в стирку и на покой вот и возникла проблема в чем носить ключи мобильники прочую ересь особенно мальчикам ну так вот денег у нас нет вставку пить что-нибудь красивое но у нас есть куча материала и огромное желание сделать что-нибудь интересное от называемую сумочку вот для этого мы берем обычный лист а4 для чего он нам нужен он нам нужен для того чтобы мы вначале определились чего мы хочем для этого есть принципе google интернет открываем вбиваем в поисковик сумочки смотрим выбираем что нам нравится и потом это делаем ну для тех кто нету интернета точнее если у вас нет интернета вы бы не видели мое видео но не важно нам допустим ничего не нравится и мы хотим что-то свое для этого мы вначале определяемся что нам нужно что будет в этой сумочке лежать и записываем допустим ключи ключи мобильник мобильник что еще ну деньги с мелочью так как наше умение по шитью на уровне нуля вот ничего сложного делать мы сегодня не будем это простая сумочка будет поэтому объем примерно сумка будет занимать ладошку то есть как а 5 это мы сейчас занимаемся дизайном будем определять наши габариты размеры формы чтобы она была как а 5 нам проще всего сделать а 4 поделить его пополам примерить его к себе посмотреть ага нам нравится не нравится большой маленький нормально дальше что мы делаем крой у нас почти готов точнее лекала дальше нам нужно кожа я делаю кожаную сумочку у меня есть кожа поэтому в общем вот так вот я мажор вот я достаю сумочку свою старую неудачную или удачную в общем она мне не нравится я ее распорол предварительно у меня остались от нее запчасти и материал вот прикладываю смотрю ага прекрасно все получается беру ножницы сразу потому что мне лень наводить линии вот берем ножницы и режем смотрим слаживаем напополам для чего мы это делаем насколько мы скосили линию вроде нормально кожа штука такая которая тянется во все стороны нам ее не особо жалко так это часть мы отставляем это у меня значит будет заднее пол переднее полотнище передняя половинка сумки вот я бы мог на ней расположить какую-нибудь картинку вот типа такой но мне она не нравится не хочу беру вторую половинку своей сумки бывший вот у меня тут есть крышка уже кое-как тем-то сделано безруким существом каким-то тут все мне не нравится и это мне не нравится и то мне не нравится и заклепки мне не нравится и как пошито не нравится поэтому поэтому я отрезаю лишнее распарываю где не нужно это я выкидываю где-то у меня мусорка здесь была допустим допустим сейчас сложности с камерами фотоаппаратами стойки нет камеры нормально нет приходится снимать на веб камеру но я думаю если все будет хорошо можно будет у кого-нибудь одолжить что-нибудь интересное вот наша сумочка полураспорота старая старая чтобы стать новым чудом пряжки мы либо оставляем либо нет не знаю давайте подумать они мне нужны нет они мне не нужны зря я это делал ну в общем ладно дурная работа так с учетом того что сумочка у нас должна накрываться то есть она должна быть второй запчасть крышка с задним полотнищем желательно вдвойне длинная как две а пятых то есть а четвертая чтобы она накрылась вот что мы делаем мы берем а четвертый наш разворачиваем разворачиваем и вырезаем вот крышка у нас значит с задним полотнищем готова вот эту запчасть мы отлаживаем возможно еще пригодится смотрим что у нас получилось мы делаем так так у нас будет вот такая вот такая вот сумочка раз готово вот ну что то в ней не хватает какая то она убогая и недоделанная а не хватает в ней бортов бортов ручек хлястиков и так далее что будем делать правильно мы будем ее дорабатывать для этого нам нужен еще один кусок кожи от старой же сумочки она у меня большая была много чего было вот и берем линейку мне нравится ее ширина вполне и рисуем прямые линии у меня даже фломастер есть это будет ширина наших бортиков Убираем линейку. И режем. Трет, то что нам тут мешает. Отрезали, молодцы. Смотрим, что у нас есть. Прямые полоски одинаковой ширины, но разной длины. Но у меня, в принципе, это не беспокоит. Вот. Кого беспокоит, может все вымерять, вычертить, нарисовать и собрать. Это когда будет не спонтанный дизайн, а хорошо отработанный. Продуманный. Отрезаем лишнее, смотрим. Теперь нам нужно, что? Правильно. Эти запчасти собрать в одну длинную. Для этого есть у меня специальная швейная машинка. Которая называется... В общем, промышленная швейная машинка с беспосадочным. С верхним транспортом. Для шитья по коже. По грубым тканям. У кого нет, тот может просто на обычной машине шить. А если у кого просто обычной машины нет, может просто использовать нитку-иголку. Мы сшили две запчасти. Смотрим, насколько они нам подходят. Идеально. Так что лишние я нарезал. Но они не пропадут. Что мы делаем дальше? А дальше мы делаем подрезание уголков. Можно это приложить что-нибудь. И обвести, и обрезать. Ну, я буду резать на глаз. Вот. И... Если кого-то интересует симметричность или еще что-то... В общем, можете все придумать прекрасно. Продумать, проделать. Обратите в технологии. Но меня сегодня это не интересует. Вот. Вставляем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это мы закончили. Обрезаем ниточки. Подрезаем лишнего. Вот у меня дурацкая привычка выработалась. Бросать все на пол. Весь мусор. Выворачиваем, смотрим. Вот такая штука у нас получилась. В целом... Нормально. Мы делаем непрофессиональную сумочку с профессиональными инструментами. Пока что. А самую простую, элементарную, которую каждый сам может собрать. Не обладая верх способностями. Так. Прекрасно. Дальше берем нашу крышку и заднюю часть сумочки. И смотрим. И думаем ее пришивать. Но нет. Это будет совершенно неправильно. Почему? Потому что... Потом возникнут определенные проблемы. С пришивом... Лямочек. Потому что эта сумочка у меня будет через плечо. Берем... Лямку. Которая здесь будет в будущем. Точнее сейчас. Смотрим. Она у меня крепкая. Толстая. В прошлой сумке. Вот. Еще раз смотрим. Думаем. Подрезаем немножко. Я буду пришивать намертво. Никаких халитенов сегодня я не использую. Никаких клеев тоже. Все это... Будет использоваться в будущем. Итак, продолжим. Я беру ручку. И пришиваю ее. Не знаю, на чем я остановился на прошлом видео. Оказывается, запись видео онлайн в ютубе ограничивается 15 минут. Ну, значит, так и будет. Берем. Ставим. И пришиваем как можно ближе к краю. Сильно не напрягаемся. Не забываем оставлять место для пришива. Задней половинки нашей сумочки. Смотрим, что же у нас получилось. Что-то у нас так и получилось. Что-то, может быть, и не очень хорошее. Ну, в общем, вещь, которую будем носить. Так. Это мы все делаем. Отрезаем уголочки для пущего удобства. Отмечаем края пришива, чтобы не ошибиться. И, собственно говоря, пришиваем. Краечек до краечка пришиваем мы. Делаем отсечки небольшие. И шиваем. Поехали. 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 Вот мы и в принципе собрали нашу сумочку. Теперь ее выворачиваем и смотрим что у нас в целом получилось. Получилась обычная маленькая сумочка. Многого в ней конечно не хватает. Вот сейчас мы это будем исправлять и дорабатывать. Итак, сейчас работаем над улучшением дизайна сумочки. Для этого я предварительно сделал нашивку. Как я их делаю я покажу потом. Все будет потом, все когда-нибудь будет. Урок не последний. Я ее думаю пришить сюда, чтобы она стала более-менее оригинальной. Так сказать. Вот смотрим, определяем центр, где ей место жить. Берем вот так вот. Можно пользоваться, нужно пользоваться линейкой и прочими инструментами. Но я в целом могу обойтись и без этого. Берем. Затепляем. И начинаем пришивать. Продолжение следует... Вот так. Вы в принципе можете купить нашивку, если у вас есть возможность, если нет возможности, вы можете, точнее если вы хотите что-то свое и очень оригинальное, вы можете ее просто заказать, пойти в мастерскую, где делают такие вещи и вам ее с удовольствием за деньги сделают. Так, смотрю, что у меня ручки не очень качественно пришиты, я их перешью. Ручки вообще очень важно пришить крепко и недалеко от самого края, потому что иначе под весом того, что будет в сумочке находиться, у вас все потеряется. Вот, закреплю вторую. Кстати, кожу у меня, кожу можете использовать либо из старых сумок, либо из каких-нибудь старых курток, которые носить страшно, а выкинуть жалко. Можно пустить на полезную вещь. Что нам еще не хватает? Нам не хватает обработать красиво края, чтобы просто было красиво. Мы можем использовать какой-нибудь кант. Мы не можем, мы будем использовать какой-нибудь кант. У меня, кстати, остались предварительно нарезанные полоски. Вот, их мало, нужно дорезать будет. Это и будет нашим кантом. У меня есть еще чуток кожи. Я, опять же, использую линейку. Такой себе шаблон. По идее, хватит, наверное. Посмотрим. Стол меняет для этого получится. Вырезаем. Отбрасываем лишний мусор. 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 Уравниваем все. Прекрасно. Дальше сшиваем все это в одну длинную полоску. В одну длинную полоску. И берем нашу сумочку. И пришиваем эту полоску. К нашему изделию изнутри. О кругу. Дальше сшиваем все. Переходим на крышку. Переходим на крышку. Шьем изнутри для того, начинаем, что когда мы будем выворачивать это дело, снаружи было все красиво. Пооборачиваем это все. Главный персональный. Знаете, иногда возникает такое ощущение, что... Можно рассказать какой-то анекдот, но так-то я не знаю анекдоты. И как-то... Думаю, сейчас они будут не совсем в тему. Вот. Отрезаем лишнее. Смотрим, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая вот штука. Подрезаем уголочки, которые нам мешают для красивой обработки. Выворачиваем все это. Чудо, что мы с вами нашили. Вот так вот. Так вот мы все это отгибаем. Плотненько отгибаем. Красивенько. Ставим и начинаем шить. У кого с первого раза не получится, попробуйте вначале использовать ткань. Потому что по коже два раза шить, ну, в общем, не желательно. Получится некрасиво. Я себе в этом деле в принципе доверяю. Вот. Не намного, но так, чтобы было ясно пользователям. Долго, нудно учился. Работал. Поэтому кое-какие навыки есть. Гнал. Долго. Продолжение следует... 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 В общем, всем спасибо И до новых встреч, друзья Будем что-нибудь еще делать Подписывайтесь на мой канал Задавайте вопросы, ставьте лайки В общем, всем пока С вами был Андрей